Всем привет! Судя по отзывам, наш короткий формат английских акцентов вам вполне зашел. Так что сегодня новый выпуск, где я снова передам слово Денису Качанову, человеку, который гораздо лучше меня расставляет эти акценты. И имейте в виду, в нашем коротком видео будут упомянуты все 20 клубов английской премьер-лиги. Так что приятного вам просмотра, подписка, лайк и комментарий приветствуются. Погнали! О, вот ты где! И больше не трогай мой ноутбук. Чужие руки тебя ласкают. Здрасте, давайте поговорим о футболе. 2 миллиарда, 970 миллионов и еще сколько-то там тысяч долларов. Столько потратили все клубы английской премьер-лиги на трансферы этим летом. Это, конечно же, рекорд для Англии. По данным Делойт, это 48% от всех трат пятерки ведущих чемпионатов. Понятное дело, инфляция и бычий рынок в футболе, он всегда бычий, здесь без медведей. Но сегодня мы поговорим не о деньгах, а о трансферах, о новых футболистах, которые уже оказывают влияние на футбольном поле. Как же Гвардиола любит покупать защитников? Для протокола. Из 25 самых крупных покупок в истории Манчестер-Сити 10 защитники. Да, не все из них при Гвардиоле, но самые крупные именно при нем. И самый-самый дорогой защитник в истории футбола тоже при Пеппе Гвардиоле. Теперь это Ёшка Гвардиол. В Лейпциге он играл левого центрального защитника в схеме с четверкой или пятеркой. В первых матчах за Ман-Сити он левый защитник, но при владении становится третьим центральным. А владеет Сити много. Если же Пеппу нужен дополнительный игрок в полузащиту, то в центр поля выдвигается Аканжи. Самый яркий пример матч с Ньюкаслом, когда центральный защитник двигался в позицию левого полуфланга в атакующей пятерке. Почему так высоко? Потому что Гюндагана, который в предыдущих сезонах занимал эту зону, заменил Ковачич, а у него другие сильные качества. Ковачич дает дополнительную опцию при розыгрышах в начальной стадии атаки. Появление Хорвата на поле почти наверняка означает переход на игру с двумя опорниками. Яркий пример игра с Берли, когда после травмы Кевина Доберейна и выхода Ковачича Ман-Сити перестроился на 4-2-3-1, а Рико Льюис перестал играть как ложный фуллбэк. И второе следствие появления Ковачича в составе. Отказ от ложных защитников в принципе в пользу еще одного атакующего футболиста в играх, когда нужно много владеть мячом и вскрывать глубокую оборону. Как было с Шеффилдом, когда Бернарду и Альварес играли в полуфлангах, а за широту справа отвечал Уолкер. В четвертом туре против Берли в основе Тоттенхэма вышли сразу пять новых футболистов. Викарио вратарь с потенциально самым высоким процентом отраженных ударов в лиге. Сейчас 84 выше только у Алисона. Ван Девен может быть уже сейчас главный игрок в обороне. У Доджи крайний защитник, который в среднем продвигает мяч вперед на большее количество метров, чем любой другой игрок Тоттенхэма. Монор Соломон, тот, кто может вытеснить из стартового состава Ришарлисона и переместить Сона в центр атаки. И, конечно, Джеймс Мэдисон. Возможно, лучший трансфер этого сезона английской премьер-лиги, по крайней мере, по стартовым впечатлениям. Именно из-за него Постакоглу балансируют между схемами 4-2-3-1 и 4-3-3. Во многом из-за него место в стартовом составе получают Бесума и Сар, которые балансируют центр поля оборонительной работой, что, возможно, Хёйбергу было бы уже сложно. Впрочем, и сам Мэдисон балансирует. Он поднимается в прессинг на уровень нападающего и опускается в глубину поля для помощи при розыгрыше мяча. Мэдисон – третий игрок лиги по продвигающим передачам, второй по действиям, приведшим к удару. И, конечно, лучший в Тоттенхэме и по ожидаемым голам, и по голевым передачам. По ожидаемым голевым передачам. Предыдущую десятку и по номеру, да и по функции фаны Тоттенхэма вряд ли забудут. Но нынешняя десятка избавляет от мгновенной ностальгии. Я не знаю, что делал Ливерпуль прошлым летом. Но этим он покупает полузащитников. За предыдущие 8 трансферных окон, то есть за 4 сезона, Ливерпуль подписал только одного игрока в центр поля – Тиаго. Этим летом сразу четверых. Ты забыл Артур Мелла. Хо, как забыть? Конечно. 13 минут в Лиге Чемпионов и ноль в других турнирах. Новые полузащитники МакАлистер и Сабаслае играли во всех матчах сезона в стартовом составе. Но не совсем там, где в большинстве матчей в своих предыдущих командах. В Ливерпуле Сабаслае правая восьмерка с навыками элитного вингера. В четырех турах у него 18 действий, которые привели к ударам. Столько же у Трента. И я не знаю лучшего комплимента созидающему игроку Ливерпуля. МакАлистер в трех матчах играл опорника, что с одной стороны улучшает продвижение мяча. В стартовых турах больше продвигающих передач в составе Ливерпуля только у Робертсона. Но с другой стороны делает центр поля легковесным и ограничивает атакующие способности МакАлистера. Эти новые полузащитники вызывали, да и вызывают скорее восхищение. МакАлистера взяли за 42 миллиона, как будто по какому-то промокоду. Сабаслае взяли подороже, но сделали это тихо и не спровоцировали аукцион. А вот другие новички отражают то, что раньше не было заметно в трансферной политике Ливерпуля. Паника. Ни Энда, ни Гравенберг не были ни первыми, ни даже вторыми в списке желаемых полузащитников. И не факт, что подходит команде. Но ведь Клоп пересобирает полузащиту. Может и их пересоберет? Этим летом Вестхэм за счет одной продажи трех покупок и одной полиэтиленовой махинации перестроил центр поля. По данным Трансфермаркета, Райса продали за 116 миллионов и примерно столько же потратили на Эдсона Альвареса, Уорда Прауза и Кудуса. Альварес тот, кто номинально заменяет Райса, но без великих атакующих амбиций. Он навстречается с мячом чаще, чем любой другой игрок Вестхэма на старте сезона. А если нужно глубоко обороняться, то опускается в защиту и становится пятым защитником. Уорд Прауз должен сделать стандарты Вестхэма еще эффективнее. Что для команды, владеющей мячом 35-40% очень кстати. И у Уорда Прауза уже две голевых с углового. А вот роль Кудуса пока не очевидна. Он вышел на несколько минут вместо Пакета в игре с Лутоном. И если Моэс рассматривает его на эту позицию, то как быть с остальными? Да, Пакета можно сдвинуть на фланг, как было в игре с Брайтоном. Но это, во-первых, ограничивает атакующие возможности Пакета, а во-вторых, как быть с Соучиком, который вернется после травмы и который очень полезен на стандартах, что важно для Вестхэма при наличии Уорда Прауза. Кудус может напрямую изменить Уорда Прауза. Тогда для такой команды, как Вестхэма, центр поля будет слишком открытым. Да и опять же снизится потенциал стандартов. Кудус может сыграть на фланге. Но там с одной стороны есть неприкасаемый Боуэн, а с другой Бен Рама. Или опять же Пакета, если в полузащите треугольник Альварес-Уорда Прауз-Соучик. Но, возможно, оптимальная роль Кудуса не в полузащите, а в атаке. Вестхэм так и не купил конкурента Майкла Антонио. Так, может, им станет Кудус, у которого был опыт игры в атаке в Аяксе. Впрочем, вытеснить из основы Майкла Антонио, даже если ты превосходишь его по таланту, так же непросто, как вытеснить Майкла Антонио из штрафной. В начале сезона «Арсенал» не только адаптировал новых футболистов к своему футболу, но и учился жить без Александра Зинченко, важного игрока в первой стадии атаки. Маниакальная идея ложного фуллбека Микеле Артете привела к тому, что половина стартового состава играла на не совсем привычных для себя позициях. И в итоге, функционально, в первых матчах Зинченко заменил Томас Парти, который стартовал на позиции правого защитника и при владении смещался в центр поля. А на прошлогодней позиции партии играл Деклан Райс. Именно его появление в составе позволило Артете отвести партии гибридную роль и не сильно потерять в оборонительной работе в опорной зоне, что могло бы произойти, если бы там играл Жоржинио. В четырех матчах АПЛ у Райса 10 отборов и 6 перехватов, в сумме больше всех в арсенале. Да, он предлагает не такое качественное продвижение мяча через пас, как партия, его действия не так сильно угрожают чужим воротам, но, судя по составу на матч с Манчестер Юнайтед, когда Зинченко уже вернулся, Артета готов на такие жертвы. Возможно, Райс приоритетнее партии еще и из-за присутствия Хаверца. На футбольном поле есть только один человек, для которого быть незаметным значит провести хорошую игру. Это судья. Если бы Хаверц был судьей, то его умные открывания, поиск пространства, старательность без мяча вызывали исключительно восхищение. Но Хаверц – футболист. И в среднем у него 47 касаний за 90 минут. Меньше в составе арсенала только у Нкетия и Рамсдейла. Ему нужна любовь. Только тогда мы сможем извлечь из него лучшее. Кажется, эти слова Артеты означают, что и тренеру мало игры Хаверца без мяча. А еще, возможно, эти слова адресованы не только болельщикам, но и игрокам арсенала, которым тоже очень нужен талант Хаверца, но которые пока не замечают его. Вопрос почему? Потому что сами не до конца адаптировались к новому футболисту? Или потому что не доверяют? В прошлом сезоне на позиции правого защитника Брайтона выходили Лэмпти, Велтман, Гросс, а весной даже Кайседо. Это была самая вариативная позиция в команде Дет Зерби. Причем вариативная в тактическом смысле. Велтман мог сыграть как третий центральный защитник при владении. Лэмпти – это более классический вариант, который закрывает ширину поля по флангу. А Гросс или Кайседо играли как ложные фулбеки, уходя в центр поля, когда мяч у Брайтона. И, судя по всему, подписание Джеймса Милнера должно сохранить эту вариативность, освободив Гросса от ротации на этой позиции и еще больше раскрыть атакующий потенциал немца. Милнер в стартовых трех турах выходил в стартовом составе и исполнял роль ложного правого фулбека, уходя в опорную зону. С другой стороны, такой маневр проделывал и Ступиньян. Билли Гилмор оставался в опорной зоне, и таким образом в первой стадии возникала структура 2-3, а Паскаль Гросс поднимался выше в позицию десятки. В итоге на старте сезона немец – лидер АПЛ по количеству передач под удар. В четырех стартовых турах 25 действий Иберичи Эзе привели к удару. Больше и то только на одно действие у Энса Фернандеса. У самого Эзе 19 ударов. Больше только у Холланда. И опять только на один удар. И то у Холланда два удара с пенальти. У Эзе ни одного. Эзе совершил 13 обводок. Больше нет ни у кого. Спонсор этого – опорник Джефферсон Лерма. В прошлом сезоне атакующий умение Иберичи Эзе ограничивала позиция. Особенно при Патрике Вейра. Он часто выходил в центре поля, как одна из восьмерок в схеме 4-3-3. Но сейчас, кажется, невозможно представить Эзе нигде, кроме позиции под нападающим. Лерма – тот человек, который освободил Эзе от части оборонительной работы. Насколько это вообще возможно у Роя Ходжсона? Если в прошлом сезоне самым оборонительным полуточительником Crystal Palace был Дукуре, то сейчас это Лерма. При том, что Дукуре никуда не делся. Так что по косвенному влиянию на партнеров, Лерма – один из самых ценных трансферов этого лета. И, возможно, самый важный из тех, кого клубы АПЛ подписали бесплатно. В прошлом сезоне одним из базовых способов выхода из обороны для Брэндфорда были длинные передачи от вратаря на нападающего. Их эффективность во многом была связана с уникальными качествами Раи и Тони. Сейчас ни одного, ни второго нет в команде. По разным причинам. И Томас Франк пробует другие варианты начала атак. При этом все еще активно задействует вратаря в них. Давид Рая в прошлом сезоне выдал аномальные 1096 длинных передач с отрывом больше всех в АПЛ. И почти 51% всех его передач на расстояние более 40 ярдов, то есть более 36,5 метров. У Марка Флекина, которого взяли из Фрайбурга, на старте сезона этот процент ниже 28, при том, что всего у него 41 передача за игру, что на 5 больше, чем было у Раи. Новый вратарь Брэндфорда чаще использует короткий и средний пас. И это один из намеков на эволюцию команды. Вероятно, в новом сезоне Брэндфорд будет тщательнее готовить атаки и больше владеть мячом. Относительно прошлого сезона этот процент уже вырос на 6 пунктов. В первых турах соперников были интенсивно прессингующие Тоттенхэм и Бормут, но касаний на своей третьей поле стало заметно больше относительно прошлого сезона. Флекин – один из важных элементов этого процесса. И если раньше в воротах Брэндфорда играл кто-то вроде Пирла, то сейчас скорее Бускетс. Это рубрика «Корней Иванович, прости». «Ну тогда Амубамбдиле. Влаходимаса еще. А потом пришлите счет. ФФП ваш нагло врет». Да, все, это все, а больше они не достойны. Манчестер Юнайтед подписал пятерых. Амрабат и Ригелон пока не играли. Маунта пробовали восьмеркой с Вулверхэнтоном в схеме 4-3-3 и вторым опорником рядом с Казимира в 4-2-3-1 против Тоттенхэма. С переменным успехом. Все-таки 33 касания для полузащитника команды, которая владеет мячом больше 50% времени, маловато. Но Маунт получил травму и вернется к адаптации после восстановления. Хюйлунд, наоборот, пришел с травмой и сыграл только 25 минут с Арсеналом. Оптимистичные 25 минут для Решфорда, которые намекают, что он все-таки будет слева. А у Манчестер Юнайтед будет центральный нападающий здоровее Марсиаля. Из всех трансферов МЮ только один не намекает, а уже оказывает серьезное влияние на игру команды. И это вратарь. Андре Анана помогает при выходе из-под прессинга и начале атак. В среднем за матч вратарь отдает 38 передач. Больше атакующих игроков Антони, Гарначо, Решфорда, Марсиаля. И да, на 13 больше, чем Маунт. Астан Вилла начинает сезон с привычной для Унаэмери схемой 4-4-2 и обороной в среднем блоке. Но с важными трансформациями по ходу матча. При владении сзади остается тройка защитников. Один из них новичок Пау Торос, что очень полезно, учитывая его умение отдать первую передачу. Люка Динь поднимается выше, а Магин, стартующий на фланге полузащиты, смещается в центр, где ему привычнее. Если же соперник вынуждает глубоко обороняться, то схема превращается в 5-3-2. В такой ситуации правый полузащитник опускается глубже. В играх с Бернли и Ливерпулем эту роль выполнял номинальный защитник Кэш. Самого же дорогого футболиста Астан Виллы Мусуди Аби в предыдущей команде, в Байре, очень часто тянуло на правый фланг, но в Астан Вилле место правого полузащитника ограничивало бы его атакующие способности или вынуждало использовать вместо полезного в атаке Люки и Диня кого-то более оборонительного. Эмери определил Мусуди Аби как второго, оттянутого нападающего рядом с Оли Уоткинсом. При этом он также может отходить на фланг или в глубину поля и начинать свои забеги оттуда. И в стартовых четырех турах у Аби два гола и одна голевая. Когда один из полузащитников опускается в защиту, значит команда играет с тройкой? Без мяча крайними защитниками были Колвилл и Рис Джеймс. Чилвилл шел в центр поля, потому что Трент играл как полузащитник. Это слова Маурисио Почеттино после первой игры с Ливерпулем. И кажется, он сам не вполне мог сформулировать то, по какой схеме играет его команда. Давайте мы попробуем. Если условно описать структуру Челси на старте сезона, уже после трансферов и травм Джеймса и Чукумеки, то каркасом будет 4-2-3-1. Чилвилл располагается в полузащите, но может опускаться и помогать в обороне. Слева в защите – Колвилл. Но при владении он становится третьим центральным. Правый же защитник – Мало Гюсто поднимается выше. В позиции десятки – Энсо Фернандес, правее Стерлинг. Один из опорников – Галлахер – поднимается выше и помогает в прессинге… Я запутался. Как и Почеттино. В опорной зоне остается один Кайседа. И все это выглядит как 3-1-5-1. Нет, многовато. Но для Челси лишний футболист на поле вообще немного. В опорной зоне остается только Кайседа. И все это выглядит как 3-1-4-1. Или 3-2-3-1. Надеюсь, сейчас не ошибся с цифрами. И вроде все это подходит для новичков. Колвилл идеален как левый защитник, который превращается в 3-го центрального. При этом и с той, и с другой позиции может начинать атаки и отдавать разрезающие передачи. Кайседа, кажется, его прямо ждала эта схема, где он будет главным опорником, который страхует от контратак и помогает в развитии и смене направления атак. Да и у Энсо появляется больше свободы для созидательных действий. Вопрос, как и когда это заиграет. И тут символичен еще один новичок. Николас Джексон. После четырех туров только у двух футболистов АПЛ три ожидаемых гола без учета пенальти. Эрлинг Холланд. Шесть голов при 3,1хG. И Николас Джексон. Один гол при трех ожидаемых. У нового нападающего Челси худшая пропорция между ожидаемыми и реальными голами. И только один мяч при 15 ударах. В первом выпуске это Англия акценты. Его, кстати, можете посмотреть по ссылке вот здесь. Для Фулхома мы формулировали следующую интригу. Как на команде скажется смена основного нападающего? Александр Митрович, который любил бить и забивать головой, ушел из команды. Пришел Рауль Хименес, который после травмы головы не забил ни одного такого мяча. В прошлом году у Фулхома было 20 кроссов за игру. В этом 12. Всего же у Фулхома за 4 игры 49 кроссов и только 8 точных. Меньше, чем у любой другой команды английской премьер-лиги. Но главное и самое удивительное. У Фулхома, который в прошлом году забил 15 мячей головой и был вторым по этому показателю, в этом сезоне нет ни одного такого мяча. Более того, за 4 тура АПЛ нет ни одного удара головой. Ни с игры, ни со стандартов. Это единственная такая команда не только в Англии, но в пятерке ведущих лиг. Но это может еще и измениться. В конце концов, были удары головой в игре Кубка Лиги против Тоттенхэма. И даже у Рауля Хименеса один. Пока у Нью-Касла только один новый футболист играет в стартовом составе. Возможно, он один и рассматривался как игрок старта. А остальные, Барнс, Левромэнто и Холл, подписывались для глубины состава. Сандро Тонали выходил в основе во всех четырех матчах сезона. Его появление не изменило схему и не сильно повлияло на функции Бруно Геморраеша. 4-3-3 не превратились в 4-2-3-1 или 4-4-2. Тонали играет правую восьмерку. В прессинге именно он поднимается выше остальных полузащитников и играет по опорнику соперника. А когда мяч у Нью-Касла, у Тонали две немного противоположные функции. Во-первых, он становится дополнительной опцией при розыгрыше мяча. Третий, что символично отражает статистика прогрессивных передач. Бруно Геморраеш и Трипьер с отрывом лидеры команды, а Тонали первый из остальных. Вторая задача – поддерживать атаки за счет рывков в штрафную. Тонали – третий в Нью-Касле по приему прогрессивных передач после двух вингеров – Альмирона и Гордона. Именно после такого рывка Тонали забил Астанвиле в первом туре. Главное новое лицо Вилверхэмптона не игрок, а тренер. Гарри Анил пришел за пять дней до старта сезона и без завеликих ожиданий, но уже сделал команду веселее. Среднее владение мячом осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. При Лапитеге оно было чуть выше 50%, но оно уже не такое стерильное. В прошлом году Вилверхэмптон были худшими по XG, набрали только 36,8 по этому показателю. Если же темп старта нового сезона сохранится, то эти цифры они перекроют уже к 23-му туру. Но при этом Вилверхэмптон и сохраняет приятную глазу особенность последних лет. В предыдущих четырех сезонах Вилверхэмптон ни разу не опускался ниже планки в 20 попыток обводок за матч и два раза был лидером по этому показателю. Раньше это обеспечивал Адамат Роре. Сейчас он ушел, но и без него Вилверхэмптон идут в дриблинг в среднем 27 раз за матч, чаще только Тоттенхэм. Да, после ухода Матеуша Нунеса эта статистика, наверное, снизится, но забеги Педро Нету и Куни – то, что добавляет атакующей яркости и вертикальности команде Гарри Онила. Из новичков Бормута больше всех сыграли крайние защитники. Милаш Керкес отыграл без замен во всех четырех турах, а Макс Аронс отдыхал только 15 минут. Кажется, эта парочка идеально подходит тому футболу, который строит Ираола. Оба полезны в прессинге, развитии быстрых атак и поддержке позиционных. Керкес пришел из АЗ, где в прошлом сезоне был вторым по продвижению мяча, а еще четвертым по прогрессивным передачам и вторым по приему таких передач. Аронс в прошлом сезоне с отрывом лучший игрок Норвича по продвижению мяча, второй по прогрессивным передачам и третий по приему таких передач. То есть эти двое умеют и двигать мяч и могут быть целями для передач в атаке. Ааронс чаще остается в широкой позиции, а Керкис иногда адаптируется под движение партнеров и врывается в штрафную через полуфланг. На двоих у них 9 передать в штрафную, 5 у Ааронса и 4 у Керкиса. Больше в составе Бормута только у Биллинга. Тут будет много. Но когда еще, если не сейчас? Про Шеффилд, правильно? В сезоне 19-20 первым и лучшим в АПЛ для Шеффилда в центре поля играли Норвуд, Флек и Линстрюм. Линстрюма забрали в Рейнджерс, Флек все еще в Шеффилде, но уже в прошлом сезоне стал игроком запаса. И только Норвуд остается игроком стартового состава. В прошлом сезоне рядом с Норвудом выходили Сандра Бергия и кто-то из пары арендованных у Манчестер Сити, Дойл или Макити. После сезона в чемпионшипе Бергия забрал Берли, а Дойл и Макити вернулись в родной клуб. Шеффилду были нужны как минимум два игрока в центр поля и желательно с разным набором качеств. Один, чтобы выгрызал в обороне, вроде Винни Соузе, лидера оборонительного испаньола по отборам и передачам. А другой, чтобы мог поддержать, а лучше создать атаку. Мог бы и в дриблинг, и передачи раздавать, и забивать, но при этом разделял клубные ценности и не просто не боялся черновой работы, а даже искал возможности потолкаться и полететь в подкат. И такого тоже нашли. Густаво Хаммер. Возможно, самый уникальный созидатель АПЛ. В прошлом году Заковентри, тоже далеко не самый атакующий и комбинационный команды Шипа, выдал статистику 11 плюс 10. При этом получил 7 желтых и 2 красных карточки. Чаще него во всей лиге били поворотом только 3 человека. Он в десятке по передачам под удар, при этом второй по количеству фолов. Не собранных, а совершенных. И шестой по отборам. Ну и стандарты исполняет. Хаммер может сыграть и десятку, и это открывает возможности для игры с двумя атакующими полузащитниками и схемы 3-4-3. Вариант против соперников близких по уровню, как например против Ноттингема, когда Хаммер забил крутой гол. В таких матчах он может особенно ярко раскрываться. А если вы еще узнаете некоторые детали его биографии, то можете даже влюбиться в этого игрока. Густаво Хаммер бразилец, от которого отказались родители. Затем его и его брата усыновили голландцы, и они переехали в Нидерланды. Там он воспитывался в Фи-Норде, где в итоге даже вышел на поле с Дирком Кьюитом. А последние три сезона отыграл в Ковентри, сыграл 122 матча. Так что если вы не хотите следить за Шеффилдом, последите хотя бы за Густаво Хаммером. По ожидаемым очкам и ожидаемым голам Эвертон 10-я команда лиги. Да, четыре тура это смешная дистанция для такой статистики, но отсмеявшись, давайте будем честны. Эвертон не должен быть командой с двумя забитыми мячами. У них самая большая разница между ожидаемыми и реальными голами. По разным данным, они должны были забить на 5-6 мячей больше, и им край нужен нападающий. В четырех турах в стартовом составе Эвертона выходили четыре разных игрока в позиции центрального нападающего. В первом туре Нил Маппе, он уже уехал в аренду в Брэндфорд, где когда-то и начинал английскую карьеру. Во втором туре Калверт Льюин, но он не доиграл даже до перерыва и получил очередную травму. В третьем туре Арнодан Жума, но это вообще не его позиция и ему комфортнее играть на фланге. И вот в четвертом туре против Шеффилда появился новичок Бету. Он не забил, но забил Эвертон, пока единственные голы в сезоне. И это не просто символично, Бету был полезен. Полезен для рывков за спину защитникам, полезен при игре спиной к воротам и подыгрыше партнерам. А еще для роста 194 сантиметра он очень пластичен и подвижен с мячом. Вопрос, сможет ли Шон Дайч или кто там будет после него, а кто-то будет, в этом, думаю, ни у кого нет сомнений, использовать эти данные Бету и забьет ли новый нападающий Эвертона хотя бы 10 голов. Это его стандартная планка в предыдущих трех сезонах. Есть ощущение, что Лутон Таун, играющий в английской премьер-лиге в 2023 году, не лучшее место для перезапуска карьеры или прорыва, или хотя бы место для шага вперед. Но, кажется, так не думают Рос Баркли, Тахит Чонг и сам Белоконга. А, возможно, они просто отчаялись. И вот для отчаяния Лутон идеально подходит. Если вдруг потеряли из виду Баркли и Чонга, то последний сезон Баркли провел в Ницце, а Чонг последние два года играл в чемпионшипе за Бирмингем. В последних двух матчах из трех сыгранных уже в новом сезоне в центре поля Лутона выходил Марвелос Накамбо, которого выкупили у Астон Виллы после сезона аренды, и Рос Баркли с Тахитом Чонгом. Для оборонительного футбола Лутона две такие восьмерки смело, амбициозно и непонятно. Ведь мяч у Лутона держится 34% времени. В матче с Челси правша Баркли играл ближе к левому флангу, а левша Чонг ближе к правому. С Вестхэмом наоборот. Возможно, эта перестановка связана с рабочей ногой и задачей больше подавать штрафную не только с фланга, но и из-за полуфлангов. Но на деле у двоих, Баркли и Чонга, только одна точная передача в штрафную. Не только с Вестхэмом, но за все матчи. А лидер по этому показателю еще один новичок. Райан Джилс. Фланговый защитник, который в прошлом сезоне за Миддлсбро отдал 11 голевых в чемпионшипе. И его кроссы пока самое опасное, что может предложить Лутон в атаке. Джеймс Траффорд – герой молодежного евро, который этим летом взяла сборную Англии. Он принадлежал Манчестер-Сити, но катался по арендам. А в июле его купил Берли, чтобы стать еще радикальнее в плане владения и прессинга. Траффорд – потенциально самый искусный вратарь-плеймейкер в ЭПЛ. А значит и в мире. В стартовых турах в среднем он отдавал 48 передач за игру. Больше только у Эдерсона. И внезапно Бердолена. Такая вовлеченность вратаря в первую стадию помогает Берли при выходе из-под прессинга и объясняет, почему они четвертые по показателю оппозит ППДА выше Брайтона и Ливерпуля. Второе важное качество, которое дает молодой Траффорд – страховка высокой линии обороны. У него 11 защитных действий за пределами штрафной площади. Больше только у Ника Поупа, но вратарь Ньюкасла давно практикуется в этом. Да и сыграл на матч больше. Траффорд, как правило, занимает высокую позицию из-за прессинга Берли. Самоубийственного прессинга. Ведь если он не работает, то Берли часто не успевает перестраиваться и допускает моменты у своих ворот. Они пропустили больше всех – 11 мячей. При этом, если взглянуть на статистику плюс-минус постшот XG, которая показывает вероятность сейвов, то у вратаря Берли здесь будет ноль. То есть, согласно этой модели, Берли пропустил ровно столько, сколько и должен был. Если компания не станет чуть прагматичнее или не исправит прессинг, то базовая статистика Траффорда будет и дальше портить впечатление от его игры. Конечно, мы говорили не обо всех трансферах. Их слишком много. Для этого у нас будет целый сезон. Будем наблюдать в рамках подкаста «Это Англия» и в рамках формата «Акценты». Поддерживайте лайком, если вам понравилось, и пишите в комментариях свои впечатления от новичков в своих любимых или нелюбимых командах, и пишите свои предложения для будущих выпусков формата «Акценты». Пока. Все, и больше не трогай мой ноутбук, журавель. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!